на улице идет дождь я тут интересную штуку вам покажу ко мне пришел пистолет накладка на пистолет for 12r смотрите такая достаточно интересная новая но она более удобно и комфортно горы что-то наградного но проблема в том что она не становится сейчас я вам покажу почему сейчас переключаюсь на другую камеру и будет интересно мы попробуем это решить как вы видите это оригинальная классическая рукоятка вот это новая она принципе почти ничем не отличается но есть один нюанс как мы видим вот здесь есть вырез по предохранитель здесь его нету и когда я попытался поставить на предохранитель что происходит пистолет уходит когда на затворную задержку предохранитель выступает за край затворной рамы и и соответственно упирается в этот угол то здесь уже видно небольшое повреждение рукоятка мне на ощупь понравилось это больше поэтому я попытаюсь ее установить у меня есть как бы несколько вариантов либо это сошлифовать при помощи дремеля либо обрезать аккуратно ножовкой и заполировать дремелем принципе я сейчас попробую этот вопрос так и решить скорее всего мы берем маркер и примерно помечаем до кудова нам ее надо срезать я возможно могу ошибаться но мы будем резать по чуть-чуть поэтому все равно рукоятку уже купил ну и как обычно я намерен ее таки установить обидно будет ее не поставить поэтому надо это дело исправить я сейчас выключу камеру потому что записывать как я пилю тут что-то напильником нет смысла а потом покажу получившийся результат ну собственно говоря что я сделал я подпилил причем я использовал точильный круг он у меня как раз идеальной формы это достаточно просто вышло сейчас примерим что получается надо еще чуть-чуть срезать так переберем маркер давайте проверим не застрелит ли у нас пистолет с открытым затвором ставим на затворную задержку откроем предохранителя да чуть-чуть не закрывается еще чуть-чуть в целом вообще идеально угадал видите упирается раньше упирался прямо здесь вот и он не мог закрыться 2 секунды мы сейчас эту проблему решим поехали дальше я в этот раз даже не буду выключать камеру специально чтобы поняли сколько это быстро и 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 Сразу же и полирнуть это все дело. Сейчас вытираем тряпкой от полировочной пасты. Вот видите, вырез доработан уже немножко. Сейчас еще попробуем, может не получилось, но интересно. Здесь немножко надо надавить, сразу упирается. Вот, и что мы видим, бинго. Ну проверим, пистолет на затворной задержке, предохранитель снят. Честно, легкая полировка не помешает, что собственно говоря я сейчас и сделаю. Не выключаем камеру, остаемся на связи. Видите, здесь небольшие заусеницы, но мы этот дефект сейчас устраним. Период на затвор. Период на затвор. Пореку не помешает, пока об 받 بالч Zoo. Начинаем прямо об этом все. Период на затвор. Период на затвор. elsewhere дорогая, куда получится? Так, ну, надо еще немножко доработать, сейчас. Так, ну, вот, вот, вот. Так, ну, вот. Следы вмешательства, скажем так, нигде не видно, что я тут что-то спиливал, сейчас, секунду, я выключу. Полировочный камень. Ну, что ж, можем устанавливать. Здесь нужно разжать. Ну, в принципе, это, конечно, необязательная опция, но это сделало пистолет более современным, более интеллигентным. Ну, и всегда приятно иметь какие-то новые фишечки себе. Заодно мне пришлось его почистить полностью, а также я убрал всю ржавчину, потому что уже даже мой тренер Коля Микулич сказал, что это ржавая железяка. Поэтому мне пришлось сегодня его основательно почистить. Ржавчину убирал преобразователем. Как вы видим, пистолет стал немножко чернее, рыжая вся сыпь ушла. По-хорошему, его надо будет перекрасить и переворонить. Ну, давайте закрутим винты на место. Винты я, кстати, заказал вместо вот этих прекрасных старых, которые были похожи на что-то ужасное. Заказал новое. В принципе, выглядит намного лучше. От себя хочу сказать, что здесь стоят именно винты, а не саморезы. Поэтому, если вы решили выкрутить или снять ручку, во-первых, используйте отвертку соответствующего размера, чтобы не повредить шлицы на винте. Ну, то, что было сделано до меня, поврежденные шлицы, нарушенное покрытие, соответственно, ржавчиной выльет это ужасно. И когда вы закручиваете, помните, что вам попасть нужно в резьбу, и тогда оно идет легко. Потому что, если оно идет нелегко, вы просто повредите резьбу. Вам придется обращаться в авторизованную мастерскую и восстанавливать резьбовое соединение. Ну, в принципе, выглядит достаточно неплохо, и проблему с предохранителем я устранил. В принципе, следов вмешательства практически не видно. Ну, в общем, как-то так. Спасибо за просмотр. Я надеюсь, что кому-то это видео станет полезным. Потому что тюнинга на Ford 12 хватает. Но, в основном, к сожалению, он весь достаточно скудный по решению. Может быть, со временем наши производители что-то изменят. Вот эта накладка поприятнее у меня сидит в руке. Не знаю, попользуюсь месяц-два, посмотрим, как будет. Родная была более такая ухватистая. Но пластик здесь был глянцевый, соответственно, он покоцался весь. Я уже даже думал изготовить что-то самому. Останавливала только цена вопроса. Плюс мне, в принципе, вот эта насечка нравилась. Но она, короче, если на тренировке, она убивала руку, то есть, ну, она достаточно острая. Здесь накладка более приятная. Пластик такой soft-touch. Здесь глянце, он за года два использования убился совершенно. В общем, как-то так. Ставим лайки, подписываемся. Хорошего вам дня. Буду рад вашим комментариям. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok